Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Продолжается научная конференция под лозунгом «Неделя Республики Западной Армении». Жену Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием. В результате конфликта Сирия пострадала почти на 400 миллиардов долларов ООН. В Гомирке откроется подземный музей. Перемещение культурных наследий в Хасан-Кейфе вызвало волну недовольств. Из-за нашей веры и языка мы подвергаемся давлению. Абет Мазманян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Армения, парламент, состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Выступая на конференции «Неделя Западной Армении», представитель национального меньшинства Ассирийской общины, председатель Координационного совета по культуре национальных меньшинств при президенте Республики Армении Размик Хосроев выступил с речью. Супругу сирийского президента Асму Асад госпитализировали в Дамаске из-за злокачественной опухоли молочной железы. Об этом сообщает официальное сирийское агентство САНО со ссылкой на фейсбук президентской канцелярии. Опухоль обнаружили на ранней стадии. Президентская администрация пожелала 42-летней первой леди скорейшего выздоровления. К сообщению прикреплено фото, на котором Башар Асад навещает супругу в больничной палате. Президент Арменак Абрамян пожела скорейшего выздоровления первой леди Сирии. Он хорошо проинформирован и запуган последствиями этого заболевания, которое требует четкого лечения, а также правильных условий жизни. Ущерб после семилетнего конфликта в Сирии был оценен экспертами в 388 миллиардов долларов. Об этом сообщается на веб-сайте экономической и социальной комиссии ООН Западной Азии. В рейтинге не учитывается ущерб, причиненный потери высокопоставленных сотрудников и принудительной миграции людей. Более 50 экспертов из Сирии и других стран встретились в Байруте 7 и 8 августа в рампах Генеральной Ассамблеи ООН. Участники встречи обсудили вопрос работ по восстановлению Сирии. Участники встречи также обсудили доклад под названием «Сирия. Семь лет войны», в котором оцениваются социально-экономические последствия конфликта. Гомирк представит туристам подземный природный музей. Пещера, превращающаяся в естественный музей, была сформирована тысячами лет назад. Строительство музея началось с января. Здесь будут показаны демографические и тематические материалы. В подземном музее будет конференц-зал, комнаты для просмотра фильмов и исследовательский центр. По словам директора европейских музейных учреждений Мурата Гюльназа, музей Гомирка не имеет аналога в мире. Музей станет центром ископаемых и археологических ценностей миллионов лет. Будут также экспонаты, которые покажут древние вероисповедания и ритуалы похорон. Перемещение культурных наследий в Хасан-Кейфе вызвало волну недовольств. Руководитель Ассоциации охраны природы Эмин Булут отметил, что таким образом большой ущерб причинен как природе, так и культурному наследию. Несколько дней назад была перемещена баня Арту-Клу, которая на самом деле принадлежит римской эпохе. Баня была отремонтирована и в результате всепоглощающей политики Турции она представлена именно как турецкая баня. Из-за перемещения культурных ценностей наносится большой ущерб истории и культуре. Здесь происходит культурный геноцид, отметил он. Пресс-секретарь движения возрождения Хасан-Кейфа Рыдван Ачан сказал, что такое в мире происходит впервые, а ЮНЕСКО закрывает на это глаза. В Хасан-Кейфе есть множество кладбищ, башен, пещер. До сих пор изучалось только 25% культурных ценностей Хасан-Кейфа. Остальные 75% остаются загадкой, добавил он. Эллиф Серд, член женского крыла Мерсина, обратилась к вопросу о правах женщин. Она отметила, что на них оказывают давление и из-за языка и веры. Существует дискриминация между мужчинами и женщинами. В оливизме нет половой дискриминации, но из-за нынешней политики все же нет равенства между мужчинами и женщинами. Очень сложно бороться за права женщин. Мы подвергаемся давлению и за наши веры, языка и пола. Я призываю всех женщин бороться за свои права, отметила она. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение Комитаса «Карьяк ал-Айлухс». Комитаса «Карьяк ал-Айлухс» Комитаса «Карьяк ал-Айлухс» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром! Комитаса «Карьяк ал-Айлухс» Комитаса «Карьяк ал-Айлухс» Комитаса «Карьяк ал-Айлухс»